Блад виоленца А, эй, стой Куда, поехали Это чё за язык Чё за язык такой Субтитры испанский А Испанский значит, ладно Допустим Допустим Но испирь красоту Винг Испанский Респаун Энтертеймент презент Широкий экран точно забыл Я чё да Чё да да Нахера себе Чё происходит Ай 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 Короче так мя Край света реально весь просто вообще изменятся Эти кайсы остались на Талосе Убудшись, что случилось, когда они последние на нас Я так мяу Бладхаунд натравил свое племя какое-то на Хаммонд Ну да, они до хера прям локации И поменяют Капец Очень до хана Я могу победить Добавь Ну а пулик новый Новая легенда Сира Ну-ка Я не буду встать О, фуникулеры катаются Блин Я Но только в видосе это сделал Ну блин, алло Ну это прикол какой-то Вот На десять минут раньше бы сделал И было бы отлично И Отлично Всегда Он гей По-любому Ставлю на то, что он гей Но это ж типа Ну не может быть по-другому Сейчас качество нормально Я хотел быть субтитринья Не появились Музика Спасибо за музыку Конечно вот Читлика Найс Поехали Посмотрим Еще раз без звука Во-первых Вот это локация Они ее вообще полностью Перестроили То есть они взяли просто Все локации и перестроили Они даже не Изменили их Так это локация Я так понимаю Там где Раньше был Лагерь Правильно? А нет Лагерь правее Это локация где Завод был Да Это где фабрика Это была То есть тут какие-то Поставили Я не знаю Я не знаю Какие-то отводы Или это охлаждающие башни Скорее всего наверное Охлаждающие башни Какие-то То есть полностью Новая локация Это Харвестер Харвестер не работает На Харвестере Видны какие-то Пометки Типа это Бладхаунда Я так понял что Он там К чему-то причастен Судя по всему Видимо он Или там Свое племя какое-то Натравил Чтобы Харвестер Вырубить И не портить Крайсвет Или что-то в этом духе Походу так Видимо очень много Лора Бладхаунда Будет в этом сезоне Опять же Это что за лока Это лока Я что-то вообще Не могу понять Что это за лока Если честно А это Фабрика Перерабатывающий завод Или как он там называется Короче на которой Постоянно хреново Тучи народу падает Да это он То есть Здесь разлом Появился И Между этими зданиями Протянули Вот такие вот Фуникулеры А то есть это все еще Та локация То есть Шарики все еще летают Здесь Три вот таких вот Практически одинаковых здания И между ними Протянуты Фуникулеры Гейзер Как я понимаю Не изменили Но здесь Я вот Не понимаю То ли здесь Вся локация Стала ниже То ли эта гора Просто не видна Из-за здания Но по-моему эта гора ниже стала То есть здесь уже нету Такой прям высоты Как раньше была Это на самом деле круто Потому что здесь Постоянно тупорылые замесы Всякие случались И там было некомфортно Играть Особенно в рейтинге Так здесь что Это опять же Область Возле эпицентра То есть раскол от города Пошел уже К эпицентру Прошел дальше И уже к заводу Здесь тоже новая локация И здесь опять же Нет этой возвышенности Раньше здесь Была прям Дикая гора На которой постоянно Кемперили чуваки Со снайперами Это бесило очень сильно Они это убрали Окей Это круто Они реально Они каждый патч В котором изменяют карты Они убирают локации Которые Привносили какой-то дисбаланс Так Вольт Я так понимаю Будет легендарный За сотый За сто десятый Скин на Валькирию Кстати прикольный довольно Скин на Валькирию Какая-то Пчелка Майя какая-то Да И скин на Вальц Но скин на Вальц Я думаю Охереть как долго Все уже ждали За сотый За сто десятый левел Выглядит очень круто В стиле как Какого-то жука Я не знаю Реально такие лапки какие-то Но Сразу могу сказать Что он довольно толстый То есть он очень толстый Но прикольно Окей Что 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 Мне показалось Или там скин на Вальц Нет Показалось Блин я думал Я уже испугался Я думал что Они добавили скины на Ультимейты Всякие Но Рано радуюсь Короче Скин на Хорайзен Так ну Хорайзен тоже в стиле Какой-то Типа Не знаю даже кого Какого-то жука Короче Тоже у него типа глаза жука Такая она вся какая-то Фу Короче я так понимаю В этом сезоне Будут скины В стиле жуков Не знаю почему Не знаю как это связано Но Пусть будет Жуки теперь мы Окей Новый пулемет Тот самый Стреляет он кстати Довольно прикольно Так тык-тык-тык-тык Как вольт На Минималках Тык-тык-тык-тык-тык Прикольно Мне правда интересно У него что вообще не будет Патрон что ли Или как Ну типа Не видно Он просто Гранатами заряжается То есть я так понимаю Реально Если у тебя нет гранат зажигательных То ты не сможешь С него пострелять Хе-хе Получается это вообще Безбоеприпасное оружие У него здесь еще индикатор Какого-то перегрева То ли зарядки А он кстати заканчивается То есть здесь два варианта Получается Либо Он на каких-то Пульках будет Но Скорость Стрельбы Будет увеличиваться Если ты заряжаешь гранатами Либо Он будет только гранатами Заряжаться Пулемет ломает дверь Да пулемет ломает дверь Кстати Что ломает То ломает Реально ломает С двух попаданий Получается как с Рукопашки Он ломает двери На дропе Там ничего не было видно Нет на дропе Ничего не было Здесь в принципе ничего нового Опять же ульту Сира показали Это все я Сейчас ролик выйдет Сейчас ролик выйдет Который я должен был залить До стрима Но не получилось Не успел Опять же фуникулеры Вот эти вот двигающиеся Окей Это на самом деле Это на самом деле прикольная механика Но Как показывает практика В апексе По противнику Стрелять Который находится Где-то На движущейся Какой-то платформе Очень сложно Очень странно Как-то Хитбокс у него работает То есть вот опять же Ульта Сира Она получается что Она делает купол В этом куполе Отображается перемещение Противников В принципе Все как А стоп Что? Мне показалось Или Он Сайленс накладывает Он Сайленс накладывает Что? Ультой? Или мне показалось? Вот Вот сейчас не понял Показывает Накладывает Че не накладывает Не понял сейчас Реально Он же по-моему Прям Сайленс наложил Да? На Валькирию То ли у него просто Топливо так закончилось Чтобы Все подумали Что Сайленс накладывается Ну вот просто она так Взлетает вверх То есть она летит куда-то вперед И хренак И она просто вниз падает Походу реально Сайленс накладывается Так вот он бросает Кьюшку Нет это не Кьюшка Это ульта Он изданул Кьюшку А! То есть Кьюшка все-таки Сайленсит Не я просто до этого говорил Что Кьюшка Сайленсит Мне охренного тучи народу Писали что Она просто будет Типа тречить противников Если реально так То персонаж Охереть какой имба Скин на вольт кстати Да Работа этого Скина За сотый За сто десятый левел Прикольно так шевелится Мне кстати напомнил Оружку Из репаблик команда Там такой Ган был Типа он пучками такими Стрелял И у него тоже Такие какие-то пальцы Там вот так вот дергались Прикольная тема Он реально Сто процентов гей Вот Сто процентов он гей Планета содрогнулась Обновление карты Края Света После нескольких месяцев Агрессивного бурения Края Света Край Света Перепахан вдоль и поперек Завален И находится на грани катастрофы Узнайте больше Это что это реклама какая-то Это Читать дальше Наши цели в обновлении Перерождения В обновлении Перерождения Мы хотели Как можно полнее Сохранить философию дизайна Края Света Добавив при этом Новые интересные Игровые пространства Игровые возможности Климататор Климататор Завод был уничтожен Раскаленной лавой И заменен Гораздо более крупным По размеру объектом Под названием Климататор Задумка была в том Что Хаванд построили Огромные вышки Для регенерации Дождевых облаков И охлаждения Края Света И на этом новом объекте Присутствует Необходимое оборудование То есть вот Вот это вот оно Вот это вот было Вот это вот стало Кстати если кто вдруг не помнит Можно на вот этих градирнях Покататься Если ты влетаешь Вот так вот под углом Ты по кругу короче там летаешь Ну это так чисто Короче да в принципе Как я при просмотре трейлера И предполагал Это охлаждающие Такие штуки Для того чтобы Край Света не взорвался Нахрен С точки зрения дизайна Мы хотели привлечь больше игроков В северную часть Края Света За счет локации Намного больше чем Перерабатывающий завод Соответственно Климататор Вмещает гораздо больше команды И предоставляет им Гораздо больше добычи Внутренние помещения В зданиях ориентируют На ближний бой На малых дистанциях В то время как области снаружи Подразумевают бой На дальних дистанциях С перемещением через Лавовый разлом На вот этих вот Штуках Которые катаются Такой дизайн Обеспечит множество Интересных и многоуровневых Боев на всей карте А динамичная составляющая В виде Быстро движущихся Гондол Добавил Добавил Нотку веселья Так Нотку веселья Уже добавили нам Увеличение разлома Поверхность планеты Треснула По всей длине От кривотатора До восточного фрагмента А соединяет Река Раскаленные лавы Главное отличие От разлома на севере В том Что здесь нет Механик подъема воздуха За счет восходящих потоков То есть Ты туда и так Падаешь И уже на веки Сидишь там С лутом Весело тебе Главное отличие От разлома на севере В том Что здесь нет Механики подъема воздуха За счет восходящих Это я прочитал только что Я что дебил Вместо этого Вместо этого по реке Как и по любой лаве на гарде Можно перемещаться Получая урон При каждом шаге Подожди что Ааа Можно по речке ходить Как и суслук А по лаве Вместо воды Жестко жестко Так Новый разлом заставит игроков Принимать более содержательные решения При беге По северной части карты А также создать Ощутимые Что ощутимо тесные Участки для боя Хорошо допустим То есть Вот такой вот разлом Получается по нему Можно будет бегать Как придурку Не знаю зачем То есть раньше его не было Ну в принципе Эпицентр сохранили Но они Убрали вот эту Бесячую Горку На которой Постоянно такие Педристы сидели То есть они ее сгладили Реально Они очень хорошо следят За всем Потому что Вот с каждым обновлением Убираются Вот эти всякие Дебильные локации Которые только бесят И здесь получается Добавили мостик А на этой локе Добавили Гондолы Бля Мы добавим в игру Еще немного динамики Которые когда-то На краю света Обеспечивали поезда Но на этот раз Вас ждет кое-что новое Мы вводим движущиеся Гондолы На двух новых участках Климататоре И ловом Сегодня Мне кажется Я немножко не так читаю А ты точно на этом сайте читаешь? Шутка в чем Давай Рассказывай Пи-пи-пи Эти подвижные На данный момент Абонент не может принять Ваш звено На данный момент Абонент принявшись Друге Эти подвижные тележки Можно, пожалуйста, прочитать мне? Про гондолы На клемататоре Эти У меня спрашивают Почему ты играешь в соло На стримах? Вот поэтому Эти подвижные тележки Полувагоны Обеспечивают вам И вашему отряду Не можно заметиться в этот момент И вашему отряду Безопасный путь Через опасные лавы И нужные участки Хоть и в тесноте Ну, как говорится Не в тесноте Это В тесноте Да не в обиде Да Мы считаем, что гондолы Это очень весело И надеемся, что они добавят в игру Потрясающие элементы боя С нетерпением ждем новых видеороликов от сообщества Блин, видеоролики от сообщества будут только в путь Обещаю Ой Я уже представляю, сколько Людей В это В комментариях Будут, короче Писать, что Ой, эти три придурка сидят с гондолом Ржут Вообще Айкью 10 Ну айкью 10 Че поделаешь Никто и не спорит Два придурка и одна придурка Лавовый сифон Только что подытожен был вот этот вот вывод Про 10 айкью Лавовый сифон Сортировочная фабрика была поглощена огромной воронкой И заменена на большой участок под названием лавовый сифон Хах Ха Хах Хах Хамон построили огромную установку для откачки лавы из воронки Чтобы сдерживать лавовые потоки по всему краю света Вот, ну дебилы Вот, вот просто вот сразу видно Россия, да? Хе-хе-хе Вот сначала построили, разбомбили, а теперь откачивают сидят Ну вот шо за дурочки В основном с помощью этой локации мы хотели подарить вам совершенно новые впечатления от игры Мы хотели отойти от традиционного свободного формата Который был присущ сортировочной фабрике И внедрили возможность хаотичных перестрелок Ха А то есть на сортировочной фабрике там все прям так не хаотично было Никогда не было 10 тысяч складов на одной сортировочной фабрике Так, выделяющихся на фоне других боевых зон на краю света То есть это стало, это было Кстати так красочно вообще все Там еще гейтера еще не трогали Опять же вот эту горку спилили нахер Все, отсюда теперь видно хорошо, что горки нет Слава-слава богу Вот Было-стало Крупное строение лавового сифона вмуровано в гору Что приведет ко множеству увлекательных боев на малой дистанции А также откроет дополнительную точку входа-выхода В уже существующую систему туннелей для поездов Еще один потрясающий элемент лавового сифона Гигантская воронка Она заставляет принимать более взвешенные решения при высадке и перемещение по объекту Эта воронка действует так же как и удлиненный разлом на севере о котором мы говорили ранее По ней также можно перемещаться получая урон при контакте с лавой Выше упомянутые гондолы также присутствуют в лавовом сифоне Однако путь следования у них значительно длиннее чем на акклимататоре И он проходит через центральное здание на воронке В ходе внутреннего тестирования мы наблюдали потрясающие схватки В том числе и на гондолах в центральной станции Так что мы с нетерпением ждем момента когда все вы Участники сообщества сможете это попробовать Окей? Оползень Недавняя сейсмическая активность вызвала оползень который уничтожил депо Наконец-то господи Слава богу его нет Слава богу Я любил депо Да 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 Нашей главной целью здесь Я тоже Да 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 Нашей главной целью здесь было Аня Вот Аня постоянно перебивает Что за человек? Она перебивает даже не знает о том что она перебивает Нашей главной целью здесь было предотвратить затяжные бои Которые происходили вокруг депо А также улучшить проходимость тоннелей дающих доступ к западному фрагменту Наконец-то тоннель нормально проходится Так Депо получается теперь И не депо Депо 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 не депо не депо Правда я тоннель не вижу где он вообще Типа как его проходимость улучшилась в принципе Мы упростили планировку чтобы сделать бои более понятными И уменьшить число построек которые командам придется удерживать Не волнуйтесь Ополдень по прежнему считается важным участком карты и содержит почти такое же количество добычи как и депо Никакое Просто здесь она раскидана вокруг гораздо сильнее Кроме того мы убрали горячую зону из этой точки Окей Изменения в климате и текстурах неба Небо А можно вопрос? Небо Нельзя Нельзя Дочитаю потом вопросы Учителя не перебиваем пожалуйста В обновлении перерождения небо на крови света будет демонстрировать светлое время суток с более ярким и холодным освещением Мы приняли во внимание отзывы игрового сообщества и вернули на кровую Ой И вернули на карту прежнюю модель освещения немного ее дополнив То есть они короче Что сделали? Они сделали одну половину типа яркой а вторую половину типа не очень яркой Угу Но Понятно Она типа такая же токсичная будет в плане яркости Вот эта часть по крайней мере как и в третьем сезоне был красивый но не важно Присутствуют также сезонные изменения в погоде в северном регионе теперь больше снега Расскажите что вы думаете о новом внешнем виде карты А ну чат рассказываем быстро что думаете Так новые маршруты мы также хотели немного улучшить игровую динамику и добавить пару новых вариантов маршрутов Обновление Обзорная площадка Мы добавили точку Мы добавили точку перехода в тупике обзорной площадки Чтобы дать игрокам еще одну возможность входа и выхода на участок Это мелкое исправление но мы думаем что его по достоинству оценят игроки Ну в принципе прикольно окей Угу Конечно было бы еще более прикольно если вот эти сраные цистерны вообще убрали Потому что на них постоянно какой-то подфайндер там засядет или ревенант И как его выкуривать если у тебя в складе нет персонажа мобильного вообще не понятно Новый маршрут на западе Мы также внедряем новый маршрут соединяющий гейзер и обзорную площадку Этот маршрут ответвляется от пещерного туннеля в центре и ведет на север Это позволит улучшить доступ к точкам на севере карты и даст командам еще один вариант прохода через этот район То есть они что они сделали еще один бункер по соседству точнее два даже То есть вот основной и в этой скале они тоже пробили Но в принципе я не совсем понимаю зачем это сделано Возможно чтобы как-то вот это вот поле задействовать потому что здесь никогда ничего не происходило Но в целом как по мне наоборот вот этот вот проход единственный он довольно тактически важен был А сейчас получается ну не знаю короче надо посмотреть как это будет играться Мы с громадным удовольствием готовили это обновление карты и ждем не дождемся когда же вы его опробуете Как всегда благодарим за игру с нетерпением ждем от вас обратной связи как только выйдет это обновление Кстати говоря я написал респауна чтобы они мне дали ранний доступ они мне сказали ничего не сказали Они ничего не сказали Это ладно Короче идем по пач ноуту теперь уже по изменениям По бафам по нерфам по всему остальному Я так понимаю мы начнем с конца Мне лень просто искать начало Так значит что у нас здесь Здесь у нас новая легенда Сир Абилитис Пассивка Смотритель сердец какой-то во время прицеливания Через прицелы Сир может слышать сердцебиение То есть он не видит а слышит именно Помогает ему понять где находится локация этих противников Так тактика Сир выпускает мини дронов И после какой-то определенной задержки они отмечают всех Всех получается противников напротив себя перед собой Отменяет их использование хила предметов Реса Показывает их локации И ХП Сиру Что В смысле Это что за способность Так стоп Тактика Которая Отменяет Все использование предметов То есть оно не сало накладывает А просто отменяет Но Блин все равно Охереть Это вот как показано было с валькирией То есть просто можно навернуть валькирию куда-то в лаву Ты отмечаешь всех противников Я думал одного можно типа засай Засайенсить И отметить Оказывается всех противников перед дронами У всех отменяется действие И все обнаруживается Что Что На восемь секунд Показывает хп Э Твоим тиммейтом Тип Бля Я не знаю Это что-то дичь какая-то Это ненормально Прикинь как обидно будет сидишь Жрешь феникс Там полсекунды И тут у тебя прилетает Ультимейт Экзибит Это что такое Это выставка вроде да Или что-то такое Не знаю Сир бросает Из своего сердца Из своей сердечной камеры Короче дронов выбрасывает Они создают сферу Противники которые Быстро передвигаются Стреляют В этой самой сфере Отмечаются И Показывают Свою локацию И Даже не только локацию Еще и шаги Для Сира и его тиммейтов Но это По сравнению с тактикой Как это Ну такое Так Противники могут Уничтожить Получается Вот эту вот Камеру Блин Сердцевую Так же само Как и Дрона Крипта Как и дрона Хорайзон Окей Понятненько Ну Пока это выглядит охереть как мощно Изменения легенд Баф и нерфы Получается Каустик Баф Вместо 5ти Тиков дамага за секунду Каустик Получается у него будет дамаг повышаться каждую вторую секунду То есть 5-5-6-6-7-7 Облако газа Созданное Газом этого Каустика Гранаты Каустика Ульты короче Пропадает спустя 5 секунд Я не понял Так типа Ульта длится дольше на 5 секунд Или если Каустика убивают То его ульта длится на 5 секунд дольше Это немного Я не понял формулировку Так Ревенант Нерф Наконец-то Противники понимают просто Когда у тебя закончится действие тотема А Это план Но я не понял зачем это нужно Так Хорайзен баф Ее маневры На гравити лифте Они будут Приближены к тому Как это было В седьмом сезоне Так Фьюз баф Кластерка Фьюза Будет получается Делиться в 2 раза дольше Что позволяет ему Ну типа Покрывать Определенные площади Дольше Противники Которые пойманы В ульту Будут получается Выделены И это позволяет Как бы проще Фьюзу и его Тиммейтам Продумывать свою атаку дальше Окей допустим Не понимаю как это Поможет Фьюзу Но хорошо Ищейка Выведется Из дропа Окей Но при всем при этом Автоматического режима У нее больше не будет То есть только бюрст Меня в принципе это устраивает Прикольный ган с бюрстом Спитфайр и Сменщик Будут в дропе Но Альтернатор То есть сменщик Он будет сбафнутым дизраптором То есть дизрапторы Я так помню Это те которые Пробивные Да пробивные То есть Он будет быстрее Да он будет быстрее Броню пробивать Я не понимаю Нахера не расширяют Пол дропа Я просто не знаю зачем Блин сменщик охеренный ган был Нахера вот И получается на полу На старте остается РЕ П-20-20 Мазамбик Вау Класс Спасибо большое Что не так было с альтернатором Что они его в дроп засунули Энвил Ремуфт Энвил я так понимаю это наковальня Да или что такое Да 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 Опять же не понимаю Охеренный обвес Его убрали Зачем непонятно Они его вводили два сезона назад Обратно Да и они его ввели недавно Опять выводят Квик дроу Бэйслайн он пистолс Это значит что Быстрая кабура уже будет по дефолту на пистолетах Зачем это непонятно Для ведомого это Омега охеренный баф Для П-20-20 это Ничто И для риэто Так новый обвес Заряженный Какой-то Перезарядчик Для Хэмлока Плюс ведомого Что Ускоренная Перезарядка Круто В смысле ускоренная Перезарядка для хэмлока и ведомого При том что они ведомый по дефолту Бафнули Зачем Перезаряжает быстрее И бонусные Бонусные патроны Если ты Перезарядился вовремя Охереть Ну а им вообще похер на то что ведомый сейчас Как бы в пике своего баланса Да что его вообще не нужно трогать Они его бафнули два раза Они ему дали квикдроу сразу По стандарту По дефолту И еще обвес Который дополнительные патроны дает При том что тебе и так предаторы 20 хэдшотов подряд ставят И у них блять А в обойме еще 5 патронов остается Эльстар теперь На эльстар можно поместить А можно Не надо так делать так короче на и старте можно повесить энергетический магазин и стабилизатор получается магазины уменьшают время перегрева хорошо короче 9 8 порежут или 8 короче понизить эффективность болтов то есть не так быстро она будет стрелять я так понимаю опять же никак никакого уточнения конкретно нет по цифрам поэтому 1 1 1 ты успеешь короче теперь короче теперь быстрее перезаряжается не с помощью магазинов а с помощью прикладов блять походу я не знаю ну бонус reload speed moved from мэкс блять тус такс охуеть что это она перемещена с магазина на стоке а как что о чем речь оси а чё раньше перезаряжалась быстрее я через переводчик попробую бонусная скорость перезарядки переместилась с журналов за акции не понимаю хорошо да так получается марксманские винтовки теперь использует снайперские приклады я так понимаю лук тоже да ладно уже ощущается просто дичайший дисбаланс они делают непонятно что у них есть хэмлок которого можно было как-то бафнуть они вместо этого бафают и дом их берут альтернатор который был просто прекраснейшим ганом на первое время или на таких извращенцев как я например на на всю катку вообще часто с ним бегал они дают ему дизраптор который так был им бои засовывает в дроп вместе с спидфайером зачем это опять же сделано я лично не понимаю потому что вместо того чтобы отбалансить ганы они просто берут дисбалансные пушки и кладут в ограниченное количество хилить вау по-моему они перепутали местами и кьюшку и ульту нового чампа